Игорь Яцко родился 30 августа 1964 года в Саратове. Свой творческий путь начал в Саратове. В 1985 году, окончив Саратовское театральное училище имени И. А. Сланова, курс Ю. П. Киселёва, он стал актёром саратовского тюза. В 1988 году, осознав, что ему интересно идти дальше и узнавать новое, Игорь Яцко становится студентом ГИТИСа, курс Анатолия Александровича Васильева. А два года спустя, актёром театра Анатолия Васильева, школа драматического искусства, театр Васильева, это, прежде всего, школа, а работа в этом театре, это, прежде всего, непрерывный процесс обучения, поиска. Это постоянные лабораторные работы, различные тренинги, опыты, исследования. Именно в результате этих лабораторных работ на свет появились такие спектакли с участием Игоря Яцко как. Сегодня мы импровизируем «Л. Пиранделла», «1990», «Государство», «Платон», «1992», «2000», «Иосиф и его братья», «Т. Ман», «1993», «Амфитрион», «Мольер», «1994», «А. С. Пушкин», «Дон Жуан или каменный гость». И другие стихи, «1998», «Моцарт и Сальери», «А. С. Пушкин», «2000», «Илиада», «Песнь 23», «Гомер», «1997», «2004», «Каменный гость» или «Дон Жуан мертв», «2006» и многие другие. Эти спектакли и шедеи были показаны на многих театральных фестивалях. Со временем, к актерской деятельности добавилась и преподавательска. Сначала в стенах школы, с 2001 года, в театральном центре, и Кольдарт, в 2007 году, в Международном славянском институте имени Г. Р. Державина, в 2004 году Игорь Яцко попробовал себя в роли режиссера. 24-часовой хэппининг, «100 лет», «День Леопольда Блума», «Извлечение корня времени», был занесен в «Книгу рекордов России», как самый продолжительный театральный марафон. В 2005 году театр и киноактера поставил «Мера за меру» у «Шекспир», в 2007 году с той же молодой труппой театра. Спектакль «Собака на сене», «Л. Д. Вега», кроме того, 2007 год ознаменовался новой режиссерской работой и в стенах школы драматического искусства. Кориолан, у «Шекспир», в декабре 2007 года Игорь Яцко назначен главным режиссером театра. «Школа драматического искусства», впервые на киноэкране Игорь Яцко появился в 2001 году в эпизодической роли в сериале «Черная комната», в 2002 году. На экраны вышел фильм Александра Хвана «Шатун». Финальный монолог героя Игоря Яцко из этого фильма стал своеобразной визитной карточкой актера. Его заметили и стали приглашать сниматься такие режиссеры, как Александр Хван, Ю. Кузьменко, Б. Мерза, А. Хамраев, А. Пустусма, Макс Фейербербой и КДР.